Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот, пожалуй, отъезд всех людей не сравнится с отъездом Аллы Борисовны Пугачёвой и, естественно, Максима Галкина. Почему? Потому что огромное количество людей действительно считали, да и многие продолжают считать, это, конечно, признаться Аллу Борисовну эпохой. И, ну, люди не могли поверить, что они как бы считали, что она всегда с народом, со страной, с родиной. И просто не могли поверить в то, что сразу после начала специальной военной операции, после высказывания Галкина, когда у него начали отменить концерты, Пугачёва пойдёт на то, чтобы покинуть родину. Просто люди не могли в это поверить. Но, тем не менее, это случилось, они уехали и после этого было очень много уже разных сообщений и о том, что была куплена недвижимость на Кипре за 2 миллиона евро, именно столько необходимо, чтобы получить гражданство. Якобы получили его дети. Не знаю, правда или нет, но об этом писал юрист Погасян, который как раз говорит, что этим занимался. Значит, сами они были сфотографированы в Израиле, то есть находятся они в Израиле. Не знаю, зачем тогда им получать гражданство Кипра. Ну, может быть, Израиль, Кипр. Я не знаю, может, наверное, недвижимость купить, на детей оформить, дети получают, соответственно, гражданство. Брат Галкина, военный, давно уже живет в Израиле. Он купил там себе дом. То есть, собственно, для Галкина это не чужая страна, что называется. Напомню, Урган, который тоже пропал и уехал в 18-м году, прошел процедуру репатриации, так называемого, соединения с исторической родиной. Историческая родина, кстати, историческая родина Израиля. И вот сегодня стало известно о том, что сбежавший, значит, из России Пугачева и Галкин могут претендовать на особые условия, значит, при, соответственно, при получении гражданства Израиля. А какие особые условия? Особые условия заключаются в том, что, вы знаете, в Израиле, если по материнской линии есть корни, соответственно, в еврейские корни, то можно эту процедуру репатриации пройти в более таком ускоренном темпе, что называется. Самое интересное, люди задаются вопросом, почему они не возвращаются, то есть, столько разговоров, столько пересудов, столько всего, и они даже не пытаются вернуться. Было сказано, что поехали, как Пугачева говорила, на каникулы, погодя, у детей каникулы, но уже и преподаватели гимназии, где они обучаются, сказали, что дети уже с неделю как учатся, но Лиза и Гарри так и не появились. Вот что пишут, Пугачева и Галкин могут стать гражданами Израиля по ускоренной процедуре. Особые условия. Алла Пугачева и Максим Галкин могут стать гражданами Израиля по ускоренной процедуре. Об этом расскажет адвокат Александр Архипов. По словам юриста, если верить информации, которая присутствует в открытых источниках, то мать звездного юмориста является еврейкой по национальности. В законодательстве Израиля, вероятно, предусмотрена процедура ускоренного получения гражданства для таких людей. Этой возможностью может воспользоваться Макс Галкин. Впрочем, не стоит исключать, что он уже это сделал. Поскольку Алла Пугачева является законной супругой человека с еврейскими корнями, то тоже сможет воспользоваться данной привилегией. Значит, Александр Архипов обратил внимание на то, что сейчас стать гражданином Израиля можно быстрее, нежели чем раньше. Юрист полагает, что ускорение связано с тем, что у человека есть родственники, которые являются евреями. Друзья, что я хочу сказать. Ну, естественно, что если такие дела, если у него там брат живет, я думаю, что, конечно, брат тоже туда приехал. Не просто так, если у них, собственно говоря, по материнской линии, то они процедуры репатриации могут пройти, собственно, и проживать там. Ну, вы знаете, я до сих пор не могу как-то осмыслить вот все-таки вклад Аллы Борисовны в умах определенных людей нагромен. Мое субъективно-оценочное мнение, что в Чернобыль ездила, ну, тогда заставляли ехать, не было выбора. И самое главное, что за последние 20-30 лет Алла Борисовна очень хорошо влияла на наш шоу-бизнес, она имеет влияние. И посмотрите итог этого шоу-бизнеса, да? Поющие трусы и, собственно говоря, вот вам итог. Ну, а последнее ее заявление в адрес батюшки, который, может быть, на проповеди и не должен был говорить, то, что он сказал, что воздух очистился. Хотя я не могу с этим поспорить, я с ним согласен, что Пугачев уехал навсегда из страны Ткачев. То, что она ему сказала, приеду, разберемся. Кто-то пишет, она так не говорила. Вы посмотрите видео, она что-то сказала. Приеду, разберемся. Приду, помолюсь за тебя в твою церковь. Вы знаете, многие восприняли как даже не косвенно, а прямую угрозу. И когда она назвала его Андрюша, а самое главное, богохульник, а он, в общем-то, критику давал в ее адрес, получается, тогда она считает себя божеством, богом, что ли? Так? Я не понимаю. И вы знаете, конечно, очень многие люди восприняли это крайне негативно. Крайне негативно. И да, вот многие сожалеют о том, что Алла Борисовна, как бы, являясь... Знаете, кто-то написал даже, что с тем, что Пугачев уехал из России, Россия уехала из России. Ну, то есть Пугачев как бы символ страны. Я с этим категорически не согласен. Просто абсолютно, я уже говорил об этом, символом страны, единственной главной ценностью нашей страны является многонациональный российский народ. Вот на днях стало известно, что к Варуму и Агутину на концерт в Самаре никто не пришел. И они не знали, что делать. Сейчас перенесли на осень, чтобы деньги не возвращать за билеты. Говорят, билеты будут действительно, концерт будет осенью. Люди не пошли. Потому что там Варумпом написало, что мы семимильными шагами движемся в ад, а с точки зрения всех цивилизованных страны уже в аду. Вот такое у них мнение. Но может быть, это они о себе говорят. Но я считаю, что это, конечно, абсолютное хамство, такие вещи заявлять. Поэтому, когда скоморохи, они, понимаете, начинают взвездиться, и вот не пришли люди, не купили билет, ну или купили там, не пришли, получается, что... А перед кем выступать-то? Каким бы ты талантливым ни был, какой бы ты Пугачевой ни был, если люди не придут, перед кем выступать? Перед кем выступать, понимаете? Поэтому, может быть, 200 Пугачёвых, но российский народ, он один. Ну и, конечно, я могу сказать, что это их личное дело, какие гражданства где получать и так далее. Но в данный момент времени, моё мнение, действительно нужно быть со своей страной. Тем более людям, которые являются настолько публичными, настолько узнаваемыми, что ли. Моё мнение. И ещё я хочу сказать, что я всё-таки выступаю, что Ротару поносит страну нашу, и Данилка поносит страну нашу. Всё-таки нужно сделать какую-то норму, для того, чтобы можно было включать в список и людей просто не впускать обратно. Чтобы они не использовали Россию, как плацдарм для заработка. А то они зарабатывают здесь, а недвижку всю покупают там, и, соответственно, у них дом там. Ну, хватит использовать нашу страну, нашу Родину, как плацдарм для зарабатывания денег. И не связывать с нашей страной своё будущее, вывозя детей, родителей и так далее. И зарабатывать деньги, и понимать, что в случае чего я раз и всё. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. А значит, напоминаю, что YouTube отключил рекламу на территории всей России, и поэтому канал «Проект Будда Гришна» сейчас существует исключительно благодаря вашей поддержке. Я выражаю огромную признательность за эту поддержку всем, кто уже её оказывает. Если вам нравятся выпуски, нравятся выпуски, вы хотите продолжать смотреть, чтобы ролики выходили, вы можете тоже оказывать эту поддержку. Ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Там же ссылка на телеграм-канал Будда Гришна, новости и на группу ВКонтакте. Всем пока, до встречи, успехов вам!